Добрый день дорогие наши женщины, мамы, бабушки и будущие мамочки, которые либо уже находятся в интересном положении, либо только планируют его. Сегодня именно ваш день. День материнского инстинкта, день заслуженной любви ваших половинок и деток, день, когда вы главный герой праздника, международный женский день. Так что сегодня у нас самое, что ни на есть, особенная программа. Ведь материнство и наши малыши как раз то, что мы превозносим в ней каждый раз. Так что примите наши искренние поздравления и пожелания счастья и, конечно же, здоровья вам и вашим родным и близким. В жизни много загадок бывает, но вот одну из них она 8 марта открывает. Обычно в этот день показывает судьба, кому же ты действительно близка и дорога. Нам вы очень дороги, потому и это праздничное утро мы рады провести рядом с вами и хотели эту программу сделать особенной. Праздничной в полном смысле этого слова. Забудем о всех возможных неприятных моментах, связанных с беременностью, родами и сосредоточимся исключительно на позитиве. Итак, сегодня мы расскажем и покажем, как встретить сегодняшний вечер во всеоружии. Секреты и основы праздничного макияжа и нарядной укладки собственными руками покажет вам профессиональный стилист. А также посоветуем, чем же можно занять себя в эти наступившие весенние месяцы. Тем более, если вы уже вышли в декрет и у вас масса свободного времени. И так как же не заскучать и провести его с максимальной пользой. Ну и, конечно, вас ждут разнообразные поздравления. В этот день весной согреты и все цветы улыбки вам. Чтоб печали вы не знали, даже легкая грусть и тень. Чтоб всегда глаза сияли. И не только в этот день. А еще в этот день хочется, чтобы вы выглядели, как того и заслуживаете. Снакшибательно. Для ваших деток и мужей, которые просто обязаны будут, если вы последуете советам нашего стилиста, взглянуть на вас еще более влюбленными глазами. Итак, давайте займемся наведением марафета. Ведь, как сказал Мигель де Сервантес, большой грех, если женщина менее красивая, чем могла бы быть. Тем более, когда такой прекрасный повод для этого. Здравствуйте, дорогие наши женщины. Меня зовут Ольга. Я буду сегодня вашим стилистом. Наша задача помочь вам стать красивыми сегодня вечером. Есть нюансы, которые я объясню. Женщина в положении. На что нужно обратить внимание. Чтобы вам было комфортно и легко создать свою красоту. Я помогу вам скорректировать те небольшие недостатки, связанные с тем, что вы сейчас в положении. Наша модель Дина. Ну, она у нас и так красавица. Конечно же, самая первая и большая проблема у многих, где, к счастью, нет этой проблемы, это пигментные пятна. Когда мы будем делать макияж, мы должны обратить внимание на то, чтобы очень хорошо затонировать лицо. И другой нюанс, на который я еще хочу обратить внимание, до того, как мы будем делать макияж, начнем мы с макияжа, в том, что женщины в положении оттекают. От этого увеличиваются наши черты лица, которые до беременности, например, нос, скулы, которые не настолько увеличены. Поэтому будем делать правильную корректировку лица при нанесении макияжа. И, что касается волос и самого стиля, все-таки нужно сделать так, чтобы ваши волосы, которые и так подвержены очень сильному стрессу из-за беременности, не утяжелять их какими-то средствами слишком сильными для укладок. Но в то же время сделать так, чтобы фиксация была достаточно сильной и вы были более нарядной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, мы видим результат. Наша Диночка еще краше. Мы ее преобразили. Наш процесс уже завершен. Я немного подробнее остановлюсь на том, что же мы действительно делали, чтобы так хорошо выглядела наша Диночка. Итак, с чего же мы начали? Мы нанесли тон. Это обязательно, потому что вы знаете, наши дорогие женщины, что появляются пигментные пятна, какие-то высыпания на лице. Поэтому для того, чтобы макияж был аккуратным, красивым, самое главное нанести правильно тон. Обращаю внимание на те нюансы, где нужно чуть больше подкорректировать кожу. Если у вас немного сосудики, вы можете воспользоваться, либо все-таки в эти пигментные пятна, воспользоваться корректорами, либо более плотным тональным кремом, именно в тех местах, где нужно скорректировать. Затем вы фиксируете это все пудрой, либо просто прозрачным, сейчас есть во всех линиях косметических, прозрачные антишайны, матирующие лицо, для того, чтобы тональный крем не сворачивался. Затем мы обращаем внимание на форму бровей. У нашей Диночки очень красивая форма бровей, но тем не менее мы немножечко подчеркнули тенями соответствующими тону ее волос. То есть, конечно, если у вас светлый цвет волос, вам не нужно слишком сильно затемнять брови. И наоборот, если у вас очень темные волосы, вам не нужно слишком их высветлять. Но сама форма должна быть слегка подчеркнута. Почему лучше это делать тенями? Потому что вам легче сделать форму, не утяжеляя ее и не искривляя саму форму ваших природных бровей, тени. Лучше использовать матовые, но слегка, если это для вечера, вы можете добавить перламутра на переднюю часть века. И уголки глаз ближе к ресницам нужно все-таки подчеркнуть более темным цветом, опять же, то, что вы любите. Для блондинок очень хорошо подчеркивает цвет глаз коричневый цвет, темно-зеленый. Для темных глаз фиолетовые, синие. Ну, естественно, черный подходит всем, но его можно использовать слегка только в уголках внешних глазах. Сейчас мы откроем все-таки небольшой секретик. То, с чего мы начинали, нюансы, касаемые именно того, что нужно именно для беременной женщины. Возвращаясь к тому, что мы все-таки немного текаем во время беременности, немножко увеличивается. Где-то нам хочется скорректировать скулы, щечки наши, где-то носик сделать более узким. Вам нужно воспользоваться более темной пудрой, если у вас нет корректора темного. И нанести на те части, где вы хотите это скорректировать. То есть, либо на части лица, да, то есть, убрать, сделать более глубокие скулы. Либо под, значит, вокруг носика, да, то есть, тоже сузить. Но немного, то есть, немножечко, да, вы наносите, чтобы это не было сильно заметно. И слегка потом, опять же, кисточкой для пудры вы растушевываете все это. Завершением является помада. На ваше усмотрение, так как у нас одиночки очень красивые от природы свои губы, мы просто нанесли немножечко блеска. И все. К волосам. Вы видите, никаких огромных начесов мы не делали, да? То есть, у нас просто чистый, выложенный волос. И слегка подкрученный. Опять же, на ваше усмотрение. Это можно сделать утяжком. Сейчас очень многие знают, как это можно сделать. Это сейчас легко сделать. Можно посмотреть в интернете, либо просто вы выкладываете волосы на утяжок. Вот таким образом вы прокручиваете вниз каждую прядку. Затем вы либо их соединяете между собой, либо отдельно каждую прядку выкладываете на ваше усмотрение. Единственный нюанс, вот многие все время спрашивают, как это сделать, чтобы это лучше зафиксировать, и при этом, чтобы это смотрелось естественным образом. Перед тем, как накручивать волос, мы слегка сбрызывали лаком все волосы. Но, вы можете остаться в таком варианте прически. Можем из этих же волос сделать еще несколько вариантов. Я предлагаю два варианта. Первый вариант, убрать их в сторону, длина нам позволяет. Мы их выкладываем в сторону и заплетаем просто обычную косичку. Вот у нас вариант. Тоже, как мы думаем, очень красивый. Просто мы убрали волосы в сторону и запилили их между собой. Вы можете затем зафиксировать чем угодно. Какой-то заколкой, просто лаком. От того, что они накручены, они уже держатся. Либо еще третий вариант. Эту же косичку мы можем, слегка подкручивая. И зафиксировать в небольшой кок. Фиксируем обычными шпильками или невидимками то, что у вас есть дома. Еще один вариант для более вечернего выхода. Ну что, мы готовы. Диночка, спасибо вам большое. Я думаю, что с вашей помощью мы сегодня нашим женщинам смогли помочь и подсказать какие-то правила, какие-то нюансы, секретики. Я вас хочу поздравить с весной марта. Пожелать вам, чтобы вы были здоровенькие, такая же красивая, чтобы все у вас было хорошо. Спасибо вам. Вам спасибо большое. А вам, дорогие женщины, я хочу пожелать хорошего настроения, чтобы остаться таким же красивым. Берегите себя. Наша праздничная программа продолжается. И как же мы могли обойтись в ней без поздравлений замечательных дорогих мужчин? Наши дорогие женщины, с праздником вас. Пускай вас всегда окружает любовь, теплота и забота тех людей, которые вам дороги. И пускай улыбка и хорошее настроение никогда не покидают ваших лиц. А так как мы сегодня говорим о молодых мамах, о молодых родителях, можно, в принципе, очень много сказать. Единственное, что хочется вот в первую очередь, так это заметить то, что это на самом деле чудо. Вы очень долго готовились к этому чуду, и вот оно наконец-то пришло, настало. Сначала оно такое мастюсенькое и маленькое, а потом с каждым днем растет все больше и больше. И превратится в большое-большое чудо. Берегите его. Будьте счастливы, несмотря ни на какие, ну не знаю, проблемы. Всякое бывает. И тогда вы на самом деле будьте счастливы. С праздником вас! Милые, замечательные, прекрасные мамы, молодые и будущие мамы. Я хочу вам сказать, что вы совершаете подвиг, потому что вы продолжаете человеческий род. Я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети приносили вам всегда только радость. Чтобы ваши мужья носили вас на руках не только, когда вы носите, не только на свадьбе, но и на протяжении всей жизни. И чтобы говорили вам ваши дети и мужья хорошие, приятные слова. Не только на 8 марта, но каждый день. И пусть солнышко вам ярко светит, и вокруг будет больше красивых, хороших, доброжелательных людей. Счастья вам! Удачи! И знаете, кто-то из учителей сказал, что мы тогда себя чувствуем счастливыми, когда наши ученики становятся лучше нас. Я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети были счастливее, чем вы. И тогда счастье вас будет переполнять. С праздником вас! С наступающим 8 марта! Милые женщины, те, кто совсем скоро станет мамой, или те, кто совсем недавно стал ею. Я понимаю, что это самое приятное чувство, чувство материнства. Мы все вышли оттуда, и в каждом из нас есть любовь к матери. Сейчас, пока вы дарите эту любовь своим детям и будущим детям, я очень хочу пожелать вам, в первую очередь, здоровья, счастья. И пусть будут здоровы и счастливы те, кто любит вас и кого любите вы. С праздником вас, дорогие женщины! Есть много праздников в стране, но женский день отдан весне. Ведь только женщинам подвластно создать весенний праздник – лаской. Так будьте добрыми, простыми, всегда с улыбкой на лице. Ну, словом, будьте вы такими, как подобает быть весне. Итак, весна уже неделю шагает по нашим улицам. Как говорится, в это замечательное время года даже сапог к сапогу шепчет что-то нежное. И как же замечательно, если именно на этот период пришелся ваш декретный отпуск. То есть вы, скажем так, на последней стометровке своего томительного девятимесячного ожидания. Конечно, для многих современных женщин работа стала стилем, для кого-то и смыслом жизни. Поэтому весть о том, что пора уже угомониться и отправляться в декрет, повергает их в уныние и вызывает вопросы – да что я там делать буду? Однако, даже если вы чувствуете в себе силы, не стоит вкалывать до последнего, а потом прямо с рабочего места отправляться в роддом. Подумайте о своем малыше и отправляйтесь отдыхать. В конце концов, кто сказал, что декретный отпуск – это расхаживание в халате круглые сутки по квартире, варка супов для мужа и вязание приданного? Вам кажется, совершенно нечем заняться? Остается только ждать, изнывая от скуки нетерпения? И напрасно. На самом деле у вас забот не в проворот. Убедитесь в следующем сюжете. Декретный отпуск с пользой как для себя, так и для своего малыша. Для этого составьте список необходимых дел. Подобный план позволит зафиксировать каждую мелочь, даст чувство удовлетворения, уверенности. Когда придет срок, вы не будете беспокоиться о нерешенных вопросах. В первую очередь, вплотную займитесь изучением всех волнующих вопросов по беременности, родам и первых неделях пребывания малыша дома. Ведь когда ребенок родится, времени читать книги почти не будет. Также не забывайте об общении со своим врачом. Скорее всего, вы уже выбрали родильный дом и специалиста, который будет принимать ваши роды. Если нет, то стоит поторопиться с выбором. Обязательно задайте все вопросы, которые вам еще кажутся неясными. Скажите себе еще раз, что с вами и вашим ребенком все будет замечательно. Повторите все, что вы уже знаете о родах. Убедитесь, что вы хорошо представляете себе, как будет происходить такой ответственный процесс, что будете чувствовать вы и ваш ребенок в каждый момент родов. Это поможет сохранять спокойствие и уверенность, когда это будет так необходимо. Если вы не ходили на специальные курсы, то сейчас самое время восполнить этот пробел и послушать несколько лекций о родах и начале жизни ребенка. Посмотреть фильмы о том, как рожают другие, попытаться понять, каких ошибок можно избежать. Также уже можно готовить сумку, с которой вы отправитесь в роддом. Постарайтесь побольше говорить о предстоящем событии с папой будущего ребенка. Он становится самой главной вашей поддержкой на ближайшие несколько месяцев, даже если не сможет находиться рядом с вами непосредственно в момент появления на свет наследника или наследницы. Но не забывайте об общении с друзьями. Почаще отправляйтесь в гости и принимайте гостей у себя. Поверьте, когда родится ваш малыш, выкрыть минутку для общения с друзьями и родственниками будет очень сложно. Но самые главные для вас сейчас люди – это вы сами и ваш малыш. Общайтесь с ними постоянно. Почаще глядитесь в зеркало. Не забывайте, что нет никого на свете красивее вас. Хороший макияж, стильная модная прическа – разве для настоящей женщины это не лучший способ чувствовать себя великолепно? Не помешает также новый наряд. Не беда, что он будет носиться меньше сезона, зато доставит массу удовольствия. Тем более сейчас, когда на улице цеплеет и дубленки с пуховиками отправляются в шкаф. Кстати, в этом плане у декретного отпуска весной также есть свои преимущества. Уже не холодно, еще не жарко. Самое оптимальное время для прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь гулять как можно больше, проводить время в тех местах, которые вам нравятся, с теми людьми, которые вам приятны, да или просто наедине со своим малышом. Также весна – время пикников, шашлыков, прогулок за городом. Правда, отдыхая на природе, старайтесь учитывать близость населенных пунктов на случай внезапных схваток. Если же вдруг переменчивые весенние деньки принесут непогоду и по улицам особо не разгуляешься – не беда. Можно найти немало развлечений в собственном доме, слушать любимую музыку, перечитывать любимые книги, смотреть любимые фильмы, то есть получать только положительные эмоции. Вспомните о разнообразии настольных игр на любой вкус, размер и направлении, кроссвордах и головоломках. Особо стоит поговорить о спорте. До последних дней занимайтесь гимнастикой, йогой, фитнесом. Танцуйте, благо сейчас предложение не счесть. Ходите на массаж для беременных, курсы по подготовке к родам, чтобы подготовить мышцы, учитесь правильно дышать. Если собираетесь рожать вместе с мужем, то на такие занятия лучше ходить совместно. Также постарайтесь посещать бассейн. Все вышеперечисленное поможет поддержать физическую форму, существенно облегчит роды, укрепит малыша еще до рождения и вдобавок не даст вам лишний раз загрустить. Давно известно, что физическая активность – лучший метод сохранения хорошего настроения. И, конечно, приблизить заветные события помогут такие традиционные женские занятия, как вязание, шитье, вышивание или украшение детское своими руками. А еще психологи очень советуют рисование. Оно развивает воображение и фантазию вашего малыша, приносит умиротворение вам самим. Также очень полезно слушать любимую музыку, что заодно приведет и хороший музыкальный вкус вашему ребенку. Не забываем и смотреть на прекрасное. Новые выставки, например, а также театры, музеи и прочие светские учреждения. Еще одна замечательная идея для последних месяцев – устройте фотосессию. Весной, как никогда, хочется радужных эмоций. Профессиональная фотосъемка позволяет поднять себе настроение и запечатлеть будущего малыша на кадрах, созданных мастером своего дела. И это также займет на время ваши мысли, продумывание нарядов, образов. Ну и, конечно же, особым пунктом в планах на последний месяц беременности – покупка приданного для вашего крохи. Получение удовольствия от этого процесса – вот как дает о себе знать просыпающийся материнский инстинкт. Очень важно следовать таким побуждениям, ведь это тоже психологическая подготовка к родам – настрой на нужную волну. Благо, стереотип, что до родов этого делать нельзя, в большинстве своем остался в прошлом. Ну или, если все-таки вы еще в это верите, в крайнем случае, пройдитесь по магазинам вместе с супругом и объясните, что бы вы хотели приобрести. Он сможет сделать это сразу после появления на свет малыша. Главное – избегайте стрессов, радуйтесь каждому дню, почаще разговаривайте с маленьким. Тем более, что ваша встреча уже не за горами. И не забывайте – вы сейчас самая счастливая женщина на свете. Вы вот-вот встретитесь с самым большим чудом в своей жизни. И пусть ровное, спокойное, доброе, хорошее настроение последних недель беременности ничем не омрачается. А вместо скуки и бесконечных часов ожидания займут мелкие, но такие приятные занятия, посвященные только вам и маленькому человечку внутри вас. И тогда, я уверена, последние томительные недели перед родами пролетят незаметно. А вы, оглядываясь назад, будете вспоминать о них с самыми теплыми чувствами. От мужчин поздравления получили, но как же обойтись без теплых слов от наших милых малышей? Ведь их поздравления самые искренние и приятные. Итак, дорогие наши будущие мужчины, слово за вами. Здравствуйте, меня зовут Владик. Я хочу рассказать, какие цветы мама любит. Розы, тюльпаны, белые розы, тюльпаны розовые. Это праздник маме, бабушек и сестричек. Дарят всем подарочки разные. Я бы их поздравила. Интересно. Праздник всех женщин. День мам. Это праздник, где дарят всем цветы девочкам только. Мальчики дарят девочкам. И нужно одевать марчишоры или делать их. Вот у нас в садике тоже нужно украшать. Да, у нас марчишорами нашими, которые мы сделали. У меня еще марчишор еще не готов. Это что? Новый год. Зама. Дарят подарки. Цветочки. Крем. Это праздник мам и сестер. И бабушек. Я бы хотел бы поздравить бабушку. Хотел бы. Чтобы бабушка не нервничала. Чтобы она на меня никогда не огорчалась. Чтобы она варила пищи. Как это? И пироги. Чтобы она сделала пироги. Пироги. Улю. Она моя подружка. Мы с ней живем в одном доме, но в разных подъездах. Еще Еву и Лику. Они мои троюродные сестры. И все. Чтобы их желания исполнялись. И чтобы мама им чаще покупала игрушки. Я бы им подарил вот этот вот набор врачей. Потому что мы Еве на день рождения подарили этот набор врачей. И ей понравилось. Вот я, она мне нравится в садике. Так еще. Там Диана Михайлова. И все. Я бы им подарил маршишеры. Подарил бы. Сердечко есть. Там ей мужа подарил. Маршишер там, где открытка есть. Я бы желал, чтобы они слушались мамы. Чтобы они радовались. Когда там. И чтобы они хорошо себя вели дома. Бабушка. И сестричка. Дарья и Лаура. Чтобы они выросли. И были здоровы. Я бы крестных поздравил. Я желаю, чтобы они были здоровы и счастливы. Люблю маму и дедушку. И бабушку. Ищу папу. Ищу дедушку. Ищу бабушку. Потому что она красивая и милая. А что она любимая. Глебушка. Ты же любишь мамочку. Давай. Клеб. Клеб. Как проснулся сразу. Ничего не знает. Клеб. Просыпай давай. Мамочка, я тебя люблю. Потому что она мне готовит кушать. Просыпает меня. И еще потому что она меня отвозит иногда в садик. Потому что она вкусно готовит. Потому что. Если у меня было бы много-много деревьев, то я бы маме подарил тысячу букетов цветов. Я подарил ей, я подарил маме, моей маме, подарил я какую-то цветочку. Еще подарок. Еще сердечко. Я бы хотел ей купить цветы. Кассетки. Я бы купил машину, чтобы вы катались. Мама будет только учиться. А потом на нашей машинке мы будем ехать. А одну? Креал. Машину. Настоящее. Я бы ей подарил бутов. Подарил цветов букета. Подарил маме машину. Будем на море. Фотоаппарат. Потому что она фотографирует. И у нее компьютер дома. Я бы уже одни к маме. Малочки, бутовая машина. Я желаю маме. Часть, чай здоровья. И макулу рыбок. Чтобы она была всегда красивой. Счастья, здоровья и смеха. И чтобы ее желания всегда-сегда исполнялись. Чтобы она та самая тетя. Приехала к нам и никогда не уезжала. Потому что... Потому что... Ну... Я с ней заскучился. Еще... Потому что она... Зовет в другом доме. В другой стране. Я пожелаю, чтобы мама моя не нервничала. Чтобы... 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 Мама была хорошая. И чтобы у нее были силы для нашей лялечки. Чтобы были силы. Чтобы она... Ну... Уставала. Я желаю маме, чтобы папа ей купил цветы. Много счастья. Мамуля, я тебе желаю добра. Счастья. Чтобы ты не болела. Я позвали маму и бабушку. И еще... Кого-то... Потропляю. Еще кого-то... А... Я кого-то... Потропляю. А... 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 Я хотела мою мамочку любить. И еще папу любить. И еще бабулю любить. И еще дедушку любить. И еще бабушку любить. Я подарок маме начал рисовать. Выглянуло солнышко. И зовет гулять. Солнце, солнце, не сердись. Лучше рядышком садись. Мамин праздник раз в году. Нарисую и пойду. Вот такой была эта праздничная программа. Заметьте, главного для нас праздника. Программа, посвященная всем вам. Женщины. Мамы и бабушки. И те, кто ими станут в будущем. Еще раз хочется пожелать вам всего самого доброго и прекрасного. Но и к вам, дорогие мужчины, хотелось бы сегодня обратиться. Почаще уделяйте внимание и устраивайте праздники вашим половинкам. Ведь они этого достойны и, главное, от вашего постоянного внимания они расцветут как никогда. А значит, сделают счастливее и вас. Помните, женщины нисколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом. Ведь эти правила сочинили мужчины и при том безо всякого участия женщин. Праздничного вам настроения и не только сегодня. С вами была Олеся Кайряк. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин